Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сейчас в этом коротком отрывке из Евангелия от Матфея, что Господь по пришествии в Своем калерею, после искушения в пустыню, начал Свою проповедь теми же словами, какими обращался к израильскому народу Иоанн Креститель. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Мы с вами зачастую призыв к покаянию воспринимаем иногда как какую-то надоедливую, докучливую муку, которую просто хочется отогнать. Уж сколько можно слышать о покаянии. Уже покаялись давно, хватит. Для нас покаяние – это что-то такое тягостное зачастую, и всегда привязанное к каким-то отдельным моментам нашей жизни, моментам редким, слава Богу, неприглядным, о которых хочется забыть и в котором хочется никогда больше не возвращаться. Но на самом деле покаяние – это не что иное, как духовное творчество. И в этом смысле мы действительно призваны всю жизнь проводить покаяние. Это может кого-то испугать, это может кого-то ввернуть недоумению. Как так? Я хочу радоваться, а тут мне говорят, мне нужно каяться. Как же можно всю жизнь находиться в этом состоянии покаяния? Где же будет тогда моя радость? Но все это дело в том, что именно покаяние и сообщает человеку подлинную радость, ибо приближает нас к Богу. Покаяние – не что иное, как изменение ума по-гречески, метаноя. И это изменение ума означает то, что человек внутри себя меняется, а меняясь, приближается к Богу. А приближаясь к Богу, делается все более и более доступным для той радости, выше которой нет и не может быть. Всякое наше движение к Богу измеряется ничем иным, как нашим внутренним изменением. Если мы из года в год не меняемся внутри нас самих, то тогда мы никуда не движемся, тогда мы просто топчемся на месте, и наша земная жизнь оказывается бесплодной и бессмысленной. Когда-то в раю Адаму и Еве Господь, дав заповеди, дал и такую заповедь – возделывать и хранить рай. Сама эта заповедь во второй главе книги Бытия не выражена в форме повелительного наклонения, поэтому часто люди ее не замечают. Но перед нами именно заповедь о возделывании и хранении рая. Подразумевалось под этим возделывание и хранение своего райского состояния, поскольку рай – это прежде всего сам человек. Святитель Григорий Богослов объясняет это молитвой, деланием райских мыслей и, конечно же, созерцанием Бога, созерцанием Его бесконечных совершенств. Для человека не падшего этого сделывания и хранения самого себя не было сопряжено с той болью сердца, которую часто мы подразумеваем, когда думаем о покаянии. Для человека падшего добавляется к этому внутреннему труду еще и боль и внутреннее страдание, которое неизбежно сопровождает сознание того, что я не таков, каким мне следует быть. Но эта внутренняя боль действительно возвращает нас на путь радости и приближает нас к тому блаженному труду, о котором говорил Господь Адаму и Ему. Как в VII веке заметил преподобный Исаак Сирин, покаяние – это трепет души пред вратами рая. Это сознание того, что я задуман Богом прекрасно, но часто в своей реальной жизни я остаюсь свиньей. И вот эта великая дистанция, бесконечный зазор между моим человеческим призванием таким высоким и моим нынешним наличным состоянием таким униженным, из этого зазора и рождается потребность в том движении и в том изменении внутреннем, которое мы и называем покаянием. Да, боль сердца и труд преодоления в себе того или иного греховного и нечистого момента, тех или иных влечений и дурных стремлений неизбежен для нас. Осталось несколько минут, и тишь наступит гробовая, но раньше, чем они пройдут, я жизнь свою, дойдя до края, как алавастровый сосуд перед тобою разбиваю. Лучше, чем Борис Леонидович Пастернак, не скажешь. Бывает и такое, но это в редкие, быть может, моменты нашей жизни, а в остальном покаянный труд заключается в преодолении в себе того скверного и нечистого, что другие люди, быть может, и не видят, но что должно быть очевидно для меня самого. И, конечно же, те наши привычные стереотипы поведения, которые, к сожалению, пронизывают нашу жизнь от начала до конца, тоже нуждаются во внутреннем изменении. К примеру, все мы вступаем так или иначе в конфликтные ситуации с другими людьми. И эти конфликты часто оборачиваются взаимными оскорблениями. Повышенным тоном, на котором мы говорим с другим человеком. Злостью, осуждением и почти что ненавистью. Но вспомним о первомученике Архидиаконе Стефане, который был когда-то побит камнями за свою пробоведь о Христе. И когда его начали побивать камнями за якобы богохойство, он поднял свои глаза на небо и увидел Сына Божия, самого Господа Иисуса Христа, и сказал об этом всем тем, кто его побивал камнями. «Вот я вижу небеса отверстиями, и Сына Человеческого, стоящего одесную Богу». Это видение было, быть может, и не физическим зрением, то есть не зрением с помощью его физических глаз. Может быть, это было и духовным видением, которое он созерцал только в Духе. Дело не в этом, а дело в том, что оно дало ему силу противостоять той естественной эмоции человеческой, которая обуревает, наверное, всякого человека, который терпит унижения, оскорбления, и может быть даже страх смерти. Первомученик Архидиакон Стефан не стал кричать своим убийцам, «Ах вы, свиньи такие-сякие, чтоб на вас пришло на самих все то, что вы делаете мне». Нет, он смог помолиться за них так, как сам Господь на кресте молился, говоря, «Остави им, ибо не ведают, что творят». И он тоже говорил, «Не постави им греха сего». Вот так и мы, когда на нас летит какое-то каменное слово из уст другого человека, неважно даже, справедливое, несправедливое, речь не об этом. Мы тоже могли бы посмотреть духовным своим оком туда, где Господь, туда, где Божественный Свет. А этот Божественный Свет всегда сияет над нами. И найти в себе силы не раздражаться, не злиться и не осуждать. Если бы это обратилось в наш навык, если бы мы овладели этим навыком, каждый раз, когда вступаем в какую-то конфликтную ситуацию, то как иначе могли бы мы воспринимать все то, что с нами происходит, а заодно и того человека, который в эту ситуацию вовлечен. Вот настоящие плоды покаяния, когда человек может так поступить. И поэтому те слова Евангелия, которые тоже мы сегодня слышали, «Люди, сидящие во тьме, увидели свет великий, и сидящим в стране Есени смертной свет высиял на них», эти слова, конечно же, сказаны о нас с вами. Не только о Завулоне и Нефолине. Мы все сидим во тьме Есени смертной, поскольку душа наша остается умершленной. Но вот этот Божественный свет мы способны воспринимать сначала разумом, сначала только умом, отвлеченным, как бы мы сказали, рационально, а затем, если мы дадим этому свету разогнать в себе греховные страсти и влечения, мы можем дойти до того, что этот свет благодати Божией будем воспринимать даже своими телесными глазами. Ибо этот свет благодати может быть увидим, увиден человеком так, как и апостолы на фаворе видели Божественный свет, который источал Господь. Это высокое видение, и к нему приблизиться можно только постепенно. Но начать нужно с того, чтобы помнить о том Божественном свете, который разлит в мире, и который над нами всегда, но который мы должны сделать настоящим средоточием своего сознания. То есть смотреть прежде всего на Бога, а не на что-то другое. И в этом Божественном свете, разумеется, мы увидим свои собственные недостатки и грехи, как никогда. И чем ближе человек приближается к Богу и воспринимает этот Божественный свет, тем более непотребным и скверным видит он самого себя. И этим объясняется то, что даже святые нуждались в покаянии и находились в покаянии. Ибо чем ближе они делались к Богу, тем более очевидным становилось для них их собственное несоответствие той Божественной красоте, которую они могли созерцать. Постараемся и мы помнить об этой Божественной красоте, помнить и о том, что мы именно к ней призваны. И будем стараться делать свою жизнь временем настоящего, внутреннего нашего изменения. Будем творчески проживать каждый свой новый день и просить Господи, дай мне сегодня, вот сегодня, положить начало покаянию моему. Все, что у меня было до сих пор, вся моя предыдущая жизнь, не стоит того, чтобы ее назвать жизнью христианской. Но сегодня у меня есть возможность начать мою подлинную христианскую жизнь. Дай, Господи, мне для этого силу и желание. Аминь.